Добрый вечер, дорогие друзья! С вами программа Люди Света и сегодня мы в гостях у прекрасной компании Global Show Trade, чтобы поговорить с удивительным художником по свету Романом Вакулеком. Роман, привет! Здравствуйте! Итак, мы долго обсуждали вопросы, которые мы донесем до наших зрителей, и, соответственно, начнем с самого начала, я думаю. Как так вышло? Что в детстве, что в юношестве с тобой произошло? Куда смотрела милиция? Куда смотрела милиция? Это даже вопрос, куда смотрели родители. Они смотрели всегда за мной и за щитком, который всегда, думаю, выключался. То есть, да, так сложилось, на самом деле, то, что с самого детства меня тянуло к электричеству, к электронике, вот ко всем таким вещам. И эксперимент с электричеством, это, то есть, постоянная вещь. То есть, если выключился в доме свет, окей. Все знали, куда идти. Да, куда идти. Если там в комнате вдруг Рома там стал тихо сидеть, это уже подозрение. Да, и самое интересное, что меня привлекало вот в радиоэлектронике, это вот именно работать с лампочками, с светодиодами. Я вот только потом осознал, когда я уже вступил в профессиональную сферу, то что этим занимался, оказывается, с самого детства. То есть, руки помнили уже. Руки помнили, да. И я просто, как сейчас помню этот эпизод, когда нас родители кладывали спать, из-под подушки доставал батарейку, две лампочки двух цветов. И просто в голове играл музыку и переключал по музыке синий-красный лампочки. Крона, я надеюсь. Это была крона, безусловно, потому что удобно. Да, и то есть, я думаю, вот оно, пробиваться начало еще тогда. Черт возьми, вот это красивая, кстати, история такая. Ну, безусловно. То есть, когда меня спрашивают, какими вы мечтали стать в детстве, я отвечаю, что я мечтал стать художником по свету. Просто я тогда не знал, что это есть такая профессия, как она называется. Мой первый такой интеллектуально-эстетический оргазм был, когда я по телевизору увидел световой прибор голову. И когда я видел, что он имеет цвета, двигается, для меня это было в сверх робототехнике. И я все понял, я хочу вот это вот. Я хочу этим заниматься. Сколько лет это было? Мне было лет, наверное, если не соврать, лет 5-6, наверное. То есть, уже вот, да. Такой маленький, я уже обречен. Уже обречен, да. Эта мысль держалась в голове. Я учился, учился в школе. В школе я был главным диджеем всех мероприятий. То есть, техника, радиоузел, там, подрабатывал тем, что ремонтировал учителям всякие приемники, телевизоры. Ну, то есть, радиоэлектроника, это было мое. Вот. И дальше развивался-развивался. Пошел в университет учиться на программирование. На программирование информационной технологии. Хотя параллельно еще... Почему я пошел на программистов? Я начал... Нас братом отдали в детстве на спорт. У меня не получилось со спортом. Мой брат сейчас мастер спорта по греко-римской борьбе. Я через два года бросил. Выиграл. Выиграл, походу, выиграл, да. И меня отдали на компьютерные курсы, потом мне порекомендовали в школу программирования. И я 7 лет, последние годы обучения в школе ходил на курсы программирования. То есть, Pascal, Basic, C++. Интересно было. Вот. Пошел я в институт. В институте было скучно. Безумно скучно. То есть, все, что касалось практических работ, у меня всегда были автоматы, зачеты, и все окей. Но когда ходило до каких-нибудь общих предметов, выше математика и тому подобное, вот тут все. Была запара. Важный момент про обучение. Ты теоретик или практик? Подозреваю, что все-таки практик. Хороший вопрос. Наверное, я практик, да. Но вот сейчас со временем понимают то, что без теории тоже никуда. То есть, беру теорию, но я не пользуюсь, как бы я обрабатываю, пробую на практике. И только тогда я говорю, да, знаете, это работает. Прикладное знание – великая вещь. Безусловно, да. Абсолютно верно. Вот. И три раза восстанавливался в университет. Понял, что все-таки это не мое. И пошел в ночной клуб работать диджеем. В принципе, то есть, мое школьное увлечение продолжалось. Я крутил вертушки в ночном клубе на вечеринках. И так случилось, что очередное место работы был клуб, где стоял профессиональный свет. Тогда это был Робе. И не было художника. Да, ну там система управления села Лайджа Кей, Мат Мартин. И все знали только, как нажать одну кнопочку, чтобы было красиво. И вторая кнопочка, как было медленно. Я сел, изучал, изучал, изучал. И по итогу, соответственно, я полностью ушел с мира диджейства и ушел в мир света. Сначала светил в клубах, потом меня заметили. Начали предлагать работу в прокате, концерты. Но есть один такой интересный момент. У нас в России есть такая история. Если тебя хоть раз очислили, то... Та-та-та-дам. Та-та-та-дам. Марш и там это, на строевую, пожалуйста. Вот за мной гонялись один год. Я бегал, честно, бегал. Гонялись второй год. Хотя я учился в университете, за мной гонялись. Ну, это отдельная история. Вот. И там знакомым посоветовали сказать то, что, как бы, ничего страшного. Типа, армия это круто. Можем тебе помочь, так как ты у нас разбираешься в технике, в шоу-системах. Можем тебе устроить в ансамбль. Важный момент. Давайте уточним, что дело происходит в Хабаровске. А, да. Да. Издалека зайдем. Да, на Дальний Восток, Хабаровск. То есть, сыровые зимы, жаркое лето. И, соответственно, я пошел служить в Хабаровске. Ансамбль песни и пляски Дальневосточного военного округа. Ух. Это было, на самом деле, жестко. Безусловно, это все-таки была армия, сопряженная с искусством. То есть, то, что было хорошо, безусловно, то, что там не было у нас дедовщины. И все мои сослуживцы, это были люди с высшим образованием. То есть, я потом узнал, что туда без высшего образования, в принципе, не берут. Это либо художественные, там были балетные, там были актеры, там были вокалисты, там были… То есть, это такая немножечко армия понарошку. Ну, типа понарошку, но строевая, звание и все остальное – это было. Было как бы, да, мило. В принципе, я рад, что это… Нет, но контингент-то все равно был какой-то приятный. Да, но хотя бы приходилось встречаться с неприятным контингентом. Я могу сказать то, что все, что говорят про армию, самое плохое, вот помносите это вот на два, и это будет тому являться правдой. Мама, спасибо. Да, безусловно. То есть, если у вас есть возможность отмазаться от классической армии… У меня куча. Да, да, да. Отмазывайтесь. Лучше там, как говорится, делать нечего. Но, в принципе, я получил опыт определенный. Каково было перескочить с оборудования РОБЭ на ДК? На ДК? Вы не представляете. Я только в гастролях с ансамблем смог увидеть старейшую ДК с невероятно старыми световыми системами управления. Механическими, масляными, резистивными. И это был очень интересный опыт. То есть, художник по свету-оператор сидит под сценой, у него открывается такой люк, и перед ним механические рычаги, которыми он набирает необходимые сцены, а потом выводит все это вместе. И там тросовая система поднимает, опускает специальные стержни из масла, тем самым повышается сопротивление лампочкой плавным газом. Мне кажется, танкисты с этим должны хорошо справляться. Военные ДК. Как бы что тут сказать. Ну, вот. А был такой опыт. И, соответственно, служил себе, служил. И в один прекрасный момент ко мне в гости, позже под конец лузу, приехал директор одной очень известной компании в Хабаровске. В гости, в армию. То есть, я был очень увелен. То есть, на такой иномарке крутой. Тогда-то было, по-моему, Nissan Infinity. Я особо в машинах не разбираюсь, но выглядело очень... Внушительно. Внушительно. Да, то есть, я пытался, еще когда не был в армии, пытался с ними выйти на связь, там, через знакомых. Мне говорили, даже не пытайся, это суперкомпания, там, у них систему технологий. То есть, ты там даже их не достоин, там, тра-та-та-та. Я думаю, ну, наверное, да, да. То есть, ну, при этом, пока я служил в армии, были увольнения, я ходил в увольнительные, работал себе, работал. Ну, и вот, потом они приезжают и говорят, ну, знаем про тебя, про твои работы, видели, да, круто. Вот, предлагаем тебе сразу работу после увольнения из рядов вооруженных сил. Вот, и понеслась, как говорится. Вот моя кровь, где подписать, да? Кровь, конечно, я не сдавал никому, но это, то есть, да, это был такой решающий шаг, когда, то есть, тебя замечают и предлагают работу. Ну, это серьезный заход, когда к тебе приезжают в армию, пусть не говорят, приходи. Я не знаю, кому из художников по свету, в России. Я не знаю, было ли вообще такое. Да, такая ситуация, что мы приехали в казарму, ты выходишь на КПП, а тебя встречает директор компании, говорит, ну, вот, готовы платить вот столько-то, вот столько-то. Тогда, мне казалось, это безумные деньги. То есть, это, я еще там, как бы, носом поворотил, там, поторговался, а потом выхожу, так. Они потом мне рассказывали, мы, короче, к тебе приезжаем, это потом, через много лет, а ты еще с вами торгуешься, мы говорим, вот тушлый какой. Не ушлый, а знает себе цену. Да. Каково вообще выживать в ДК? Мы, поскольку решили сфокусировать эту программу на самых практических аспектах жизни художника по свету, давай с самого начала. Я знаю, что нас смотрят огромное количество людей, которые действительно вынуждены работать на том самому, вот, оборудовании. Что бы можно было им посоветовать, как с этим жить? Понятно, что нельзя прийти к директору и сказать, вот, список, нам надо. Ну, то есть, можно, но результаты будут ожидаемы. Вот. Как справляться с тем, что есть? Можно ли из этого выжить что-то? И с этим выжить потом? Ну, знаете, есть такая история в нашей профессиональной сфере, когда там в конце, после какого-нибудь проекта, подходит, спрашивается, ну, как все прошло. Ну, вот все круто, вот только было бы чуть побольше света, вот там было бы добавить, было бы, конечно, нормально так как-то вот это. Я такого, конечно, не понимаю. Я когда ушел из армии, чтобы нигде официально работать, как раз-таки директор прокатной компании, кстати, называется она ProFlight, региональной прокатщикой, скорее всего, ее знают, устроил меня официально как раз-таки в ДК железнодорожников, где как раз-таки такой, там, встал, Лайджокей, пульт пилот двухтысячный, и вот тебе, пожалуйста, полумершие какие-то суперкитайские головы, и вот тебе парк оборудования, вот. Что хочешь, что делать, что скажешь, как перевесить, так мы и будем делать. Я-то сюда пришел, посмотрел, подумал, окей, что делать. Но специалист, я тут один остался, технореи, электриков, они в этом как бы не разбираются. Я говорю, окей, снимать и все, будем, короче, делать профилактику. И в неделю сидел, до каждого винтика разбирал все эти китайские приборы, чистил отражатели, фильтры, короче, приводил в порядок. Потом сделал такой более нормальный развес, проходит первый концерт, ко мне прибегает директор, говорит, как ты это сделал, они засветили. И реально, то есть, ну, то есть, просто нужно было как с любовью подойти к приборам. В принципе, можно сделать шоу, хоть, не знаю, как говорится, с одной лампочкой. Главное, чтобы у вас было видение и желание. Если вы готовы для этого что-то сделать, окей, вот в вашем распоряжении инструменты, работайте. Нет, ну, можете искать оправдание. Первый совет. Чистим. Чистим, да, и делаем, поднимаем задницу, чистим и делаем работу своими руками. Не ищем оправдания, не ищем кого-то, кто мог вместо нас это сделать. Нету никого, сами вперед. Вот. То есть, вот так вот. Отлично, мне нравится такой подход. Окей, а, соответственно, первый, сколько лет получилось проработать в профлайте после армии? О, я это, не соврать, года три-четыре, наверное. Года три-четыре. И... Я еще параллельно работал в профлайте. Мне дали после увольнения звание младшего сержанта. И я еще устроился туда на ту самую должность, где, когда проходил срочную службу, на ту самую должность, только как гражданские. И мы продолжали как бы работать с ансамблем, делали концерты. То есть, три работы одновременно? Да, три работы одновременно. Одна неофициальная, типа там замутируемая, и две официальные. Да, ну, есть возможность пользоваться, то есть, после армии, времени полно. Ну, я думаю, на самом деле, Хабаровск, конечно, город огромный, но там, мне кажется, специалистов по свету не так много. Мне кажется, это проблема всех регионов. То есть, если брать крупные города, миллионики, это один вопрос. А если брать регионы, то это большая проблема. Поэтому в работе я там не нуждался. То есть, я постоянно рос, развивался, были предложения. А есть же обратная, мне кажется, ситуация. Ну, вот если ты один специалист на весь регион, то, ну, окей, мы сейчас не берем твою частную сторону. Нет, на самом деле, я был не один специалист, у нас были там специалисты. Специалисты вместе держатся, поэтому я кого-то учил тому, что я уже знал. Меня учили, на самом деле, того, что я не знал, особенно то, что касается театра, каких-то направлений. То есть, мы до сих пор общаемся с многими коллегами с Хабаровска и обмениваемся опытом. Протягу к обучению. Я так понимаю, что во многом ты подстегивал всю эту банду обучаться друг у друга? Ну, тогда я понял, что если не учиться, то останешься как раз на уровне ДК. У нас первое, что было, самое первое, возможность обучения – это общение с своими коллегами, эксперименты. Благо, то есть, когда ты уже дорастаешь до какого-то уровня, ты можешь прийти в компанию или на какую-нибудь площадку сказать «Здравствуйте, вы не поможете, мне есть ледяная идея сделать так-то так». «Окей, давай, конечно, вместе, но тоже интересно». И, соответственно, интернет, книги. И даже в тот момент моего восстановления как художника по свету, мы с моим коллегой даже ездили в Питер. «Центни Прогресс» есть такая база повышения квалификации. И как раз-таки тогда мы познакомились с Андреем Мельником, очень такая легендарная личность. Тот, кто-то с ним знакомый, понимает, о чем я говорю. То есть мы пообщались, подчеркнули много информации и уже, как говорится, вход в бой, работали с этой информацией и делали проекты. «Через три года работая, соответственно, в родном городе, наступает день Икс». «Да, когда ты приходишь к прокатную компанию, даже к своим лучшим друзьям и говоришь, «Ребята, ну вот, как бы два года уже прошло, хочется развития». И сам понимаешь, что компании не могут взять, купить, не знаю, парк Клэпаки или Мартин, потому что, в принципе, я уже сейчас, тогда я не особо это понимал, но сейчас я понимаю, что это не всегда рентабельно, да зачастую не рентабельно взять, купить парк Клэпаки в регионах, то есть никогда не отобьется. Я стал понимать то, что и остановился, и хотелось большего. А когда ты останавливаешься, тебе кажется, что ты уходишь назад. И это прям гложило, наверное, вот как раз-таки год. Я решался, 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 думал, что делать, общался. Одни говорили, то есть где родился, там пригодился, другие говорили, езжай, конечно, то есть все получится. И по итогу, как я переехал, мне так иногда, то есть мои родители были в шоке, все друзья были в шоке, прокатная компания, которая ни в коем случае не хотела меня отпускать, была в шоке. Я поехал на неделю в Москву посмотреть, как тут, я был несколько раз проездом в Москве, как буду знаком с этим городом. Я решил поехать в Москву, посмотреть, как тут вообще сработался, дела, 5-10, 7-8, и по итогу не вернулся. Отличный ход. То есть, да, это было жестко, конечно, безусловно, интересно, то есть Москва, большой город, столько впечатлений, родной Хабаровск, дом, и вот, ну вот, я думаю, если как бы есть шанс, то вот оно сейчас, и надо воспользоваться. Ты ехал уже куда-то или в никуда? В никуда. Отважный. Отлично. Да, да, это так. Ну, я, в принципе, многие мои коллеги в курсе то, что я вообще как бы авантюрный человек, и многие успешные наши проекты, это как раз невероальный риск, который как сработал. То есть, это как бы, я не знаю, правило номер два, рискуйте всегда. То есть, боитесь, страшно, не уверены, но есть, не знаю, там, 3% процента, что это стрельнет, этих процентов достаточно, дерзайте. У меня, то есть, все мои успехи именно такие были. Было страшно, очень было страшно, волновался на многих проектах, да и, в принципе, предпринятием таких решений, но по итогу игра стоила свечи. А в Москве, соответственно, первое место работы стало? Москва, компания Light of Logic, это логика. Ворвался на свои прежние позиции или... Прекратите, прекратите, какие... Я начал с монтажника опять. Было сложно, то есть, там, Хабаровский был тоже таким известным, все режиссеры знали, там, супер, а-ля как бы звезда. Но я понимал, то, что с такими запросами тут бесполезно что-то требовать, и поэтому пошел опять с нуля. Монтажники, то есть, это было жестко, конечно. Монтажи, которые в Хабаровске, монтажи, которые в Москве, это просто две разные вещи. Я не спал, я был грязный, уставший, но я понимал, держал в голове то, что надо. Но самое главное, то, что Дмитрий Великанов, директор компании Light of Logic, позволял мне в свободное время приезжать на склад, открывать приборы и работать, экспериментировать, учиться. И тогда началось мое первое знакомство с пультами GrandMA 2. То есть, я доставал full-size, подключал приборы. Тогда начались мы эксперименты с жарагами и с пиксельмэпом. И просто вот, если не было работы, сидел весь день и изучал консоль, пробовал прибор, смотрел функционал, делал свои пометки. Причем изучал консоль чисто по мануалу, который был в пульте, от начала до конца. Я решил так, окей. Мне кажется, ты один из немногих, кто читал его от начала до конца. Когда меня спрашивают, там какой-нибудь пульту, там, слушай, там есть русский мануал. Я говорю, вот, в пульте есть мануал, он вам поможет во всем. Действительно, то есть, производители консоли, они, там, не глупые люди сидят. И если вы просто возьмете, откроете в пульте мануал и прочтете вот от А до Я, как я это сделал, то вы уже будете владеть этим оборудованием, консолью, иметь базовые какие-то навыки работать с этой консолью. Знаете, как? Читайте инструкции. Да, обязательно читайте инструкции. То есть, если есть вопросы... До того, как что-то сломалось в важный момент. Да, кстати, у меня там один раз пульт сломался, но это было не по-моему. Мы никому не расскажем. Мы никому не расскажем, да. Вот. Ну и самое главное, как было к чтению инструкции. У меня был телефон с переводчиком, потому что инструкция была на английском. И я сидел, читал, переводил, сидел, читал, переводил. Конечно, это занимало очень много времени, но при этом, во-первых, это сразу совет номер 3-4, я не знаю, какой там вы сбили со счета. Это повышение качества вашего технического английского плюс навыки чтения иностранного языка. Ну, вообще, в принципе, надо английский в любом случае учить. То есть, если вы не знаете английский, то сразу минус там 5 левел. Мне кажется, сейчас это сложно, даже если захотеть. Учить английский? Не учить английский. Я очень много знаю людей, которые не знают английский и не собираются его учить. И как им живется? Плохо живется, когда нужно писать даже просто какое-нибудь официальное письмо в службу поддержки, они ищут кого-нибудь, кому нужно перевести это письмо. Да и плюс, не знаю, экстренно, в пульте что-нибудь случилось, ты можешь нажать help, прочитать и выкрутить свои ситуации, спасти проект даже, можно так сказать. Учить языки. Окей, соответственно, работа в прокате. Сколько лет заняло работа? В Москве? Немного, на самом деле, это было всего лишь, всего лишь, мне казалось, это вечность была. Полгода, наверное, даже чуть поменьше, месяцев 5, может быть. И следующий шаг, соответственно, это был? Цирк. Прямо сразу? Да. Из монтировщиков в цирк? Да. Прощайте неудачники, я подготавливаю в цирк. Нет, я-то подготовленный приехал, у нас не было всего портфолио. Пусть там были не самые мировые проекты, но там были мои проекты. То есть, я уже тогда задумался, что если ты профессионал, ты должен иметь свое резюме, портфолио. Окей, то есть, и открылась вакансия в цирке оператора, оператора сетовых консолей. Это цирк на? Большомосковский цирк. Угу. Где он там находится? Проспекта Вернадского. Проспекта Вернадского. Да. Который университет. Да, да. То есть, я прихожу в цирк, и тогда мы познакомились с Ольдом Запашным. То есть, он был главный творческий руководитель всех представлений. То есть, и вот после собеседования меня взяли на должность сетоператора. Сложно было переключаться с шоу каких-то звуковых на шоу со зверями? Для меня это было, безусловно, ново, но... Общий принцип построения шоу, он сохранился или как-то надо было что-то учитывать? Вкусов. Он никуда не девается, безусловно. Режиссерские приемы тоже остаются. Но включается специфика работы а с животными, то, что это 360 разворот манежа, плюс это большое пространство. Потому что Большой Московский цирк, один из самых больших цирков, насколько я знаю, в Европе. И там были системы управления ХОГ-4. В принципе, я работал с ХОГами, но плотно на ХОГ-4 никогда, то есть, не было такой возможности. Как раз в Большом Московском цирке мы начали изучать пульты ХОГ-4. У нас были семинары, курсы в СИМ нас отправляли. Мы изучали систему ХОГ-4, Каталист, Лайт Конверс. То есть, и вот, добрый путь, как говорится. Ну, у нас уже много всяких штук, которые ты делал впервые, из тех, кто приходит к нам в гости. Из тех, кому мы приезжаем в гости. Соответственно, в частности, первый художник по свету – цирковой. Расскажи о специфике. Ты сказала, что есть свои специфики, работа с животными. В чем она заключается? На самом деле, нам приходилось в основном писаться только по ночам. Потому что редко, когда удавалось совмещать пропись света с репетициями, особенно с животными. Или акробатами, или высотниками, которые… Почему? Они не любят цвет? Или это сложно? Во-первых, животные не любят резких звуков, вспышек и всего подобного. Когда ты пишешь шоу, как многие знают, ты быстро переключаешься по кью-листу, правишь кью-позиции, у тебя много моментов блокаута, которые ты проскакиваешь. Ну, соответственно, на сцене происходит такой мини-хаус. Для животных это просто, не знаю, для них это ад. У нас было несколько случаев, когда работали с птицами. Это были попугаи, очень большие попугаи, то есть практически человеческий рост. И случилось так, что мы перезагружали пульт у нас, пшитнула машина, и они все разлетелись, их разлетелись по цирку, их потом ловили, долго искали. Потому что они очень сильно испугались. То есть тогда нас стучали по шапке. И у нас всегда было дежурное освещение такое, которое не пультовое художественное, а дежурное бил свет. И то есть у нас, как первое правило, которое было, если произошел какой-то ФК, пульт завис, выключили свет, всегда поднимаешь трубильник наверх, чтобы в зале, особенно когда животные, было дежурное освещение. Это их успокаивает? Это не успокаивает, это зрители. Или это успокаивает зрителей. Это успокаивает зрителей. То есть, представляете, на манеже медведей, либо тигры гаснет свет. Да, я уже нервничала. Это просто нереальная паника. И то есть этот свет всегда был на дежурную подстанцию, которая всегда обеспечивалась бесперебойным питанием. И, соответственно, позволяла контролировать дрессировщикам животных. А то просто есть пара таких моментов. У нас были такие шутки. Есть такой видеоклип Шнура, по-моему. Я не помню, как он называется, но там все действия происходят в цирке. Там очень эпично все происходит. Наверняка многие его видели, где там тигры откусывают ноги, взрывается пиротехника, и все, короче, катится, и все выпекают из цирка. Да, чтобы такого не было, есть такие четкие инструкции, которые ты обязан выполнять. В том числе и относительно света. И тем более относительно света, да. У нас, наверное, одно из преимуществ работы в большом московском цирке было то, что аскольд запашный, он очень любил высокие технологии. В принципе, сейчас любит. Я вижу его в шоу. В принципе, он много интегрирует современных технологий в плане света, в плане видео. И у тебя была возможность работать на своих представлениях не с каким-то таким посредственным оборудованием, а прям настоящим профессиональным оборудованием. У нас был и Мартин, сейчас там Квайпаки стоит, насколько я знаю. То есть, в редких случаях, когда не ты приходишь к директору рассказывать, что тебе надо, а он говорит, смотри. Да, когда мы писали представления, то есть мы больше были похожи на света операторов и пультовиков, потому что он говорил, что он хочет. То есть, у него есть представление о художественном освещении, он в этом очень хорошо сидит, он читает, изучает, вплоть до того, что он составляет ТЗ по видео. То есть, ты с ним общаешься не как с заказчиком, а как, в принципе, наравне с тобой разговаривает режиссер представлений тире художник последов. В принципе, как и должно быть. После московского, большого московского цирка был, соответственно... Global Soul Trade. Цирк Деселей? Цирк Деселей это был позже намного, это было в этом... Это я просто, чтобы не перескакивать систему цирка. Окей, расскажу тогда про цирк Деселей, даже подводочку такую. Когда я работал в большом московском цирке, соответственно, я начал более углубляться в цирковую тему, и, соответственно, это цирк Деселей. Я очень много читал про их проекты, про их технологии, которые они используют. Я много видел спектакли, видеозаписи цирка Деселей. И у меня была такая мечта, что вот хочется поработать вот с цирком Деселей. И у меня там у нас был коллега, звукорежиссер. Он сказал, что я думаю, что у тебя все получится. Это было сколько? Ну, 3 года назад. Или 4 года назад, я уже не помню. Но не суть важна. И вот, получается, в этом году, летом, все, лето я уезжал в Лас-Вегас на обучение в институт, который называется Stagecraft. Stagecraft Institute of Las Vegas в полном названии. И, соответственно, помимо других теоретических классов, у нас были практические занятия, прям в цирке Деселей. То есть это было невероятно. Ты сначала смотришь шоу, все зрители уходят, ты остаешься с преподавателем, выходят все технические специалисты, и у вас начинаются лекции по разным направлениям. Свет, звук, видео, машинерия. У нас водили по бэкстейджу, рассказывали про все технологии, про взаимодействие персонала с коллегами, иерархия общения. И вот все в таком духе. Соответственно, многие шоу, которые я просто... Многие шоу, от которых я был в восторге, я смог наконец увидеть, как они были сделаны изнутри. А как по ощущениям? Есть ли возможность повторить что-то из их приемов, или это бесполезно просто потому, что это... Фу. Безусловно... Нет, я не предлагаю копировать, я имею в виду принцип управления, взаимодействия, вот это вот все. Есть возможность внедрить, или это надо сильно воспитывать? Конечно, у них в Америке это воспитывается, но у нас есть своя система, но я считаю то, что ее можно легко совмещать как раз таки с американским опытом. Я очень много вещей, которые видел, на самом деле записывал, и уже в нескольких проектах применял такие вещи в плане административного общения со своими коллегами, и со своими подчиненными, и система построения командной работы, распределения обязанностей. Это на самом деле работает. Главное, чтобы в голове была четкая структура, по которой ты должен работать. Когда у тебя нет представления вообще ни о чем, конечно, у тебя будет бардак и хаос на площадке, но когда у тебя есть представление о конечной цели, и как эта цель должна быть достигнута, то это все реализуемо. Хорошо, но это то, что касается именно профессионального воспитания, то есть это именно специалисты. Если мы говорим о воспитании некого художественного вкуса, то есть не секрет, что сколько ни был бы талантливый художник по свету, это не всегда монетизируется. Мы все знаем, во что это упирается. Но легко ли воспитывать публику, и стоит ли это делать? Безусловно, стоит. Иначе все будут до сих пор вот это «псс» делали. Если вы будете считать то, что, как говорится, «и так схавают», это просто регресс, прям, который бесконечный регресс, который будет сложно потом остановить. Надо обучать публику более высокому искусству. Радуга, я считаю, что радугу можно, конечно, применить, если это оправдано, Но просто мотание там лучиками радуга и вспышечки без особого там эмоционального, без особых эмоциональных приемов и какого-то оправданности этих инструментов, то это, конечно же, как бы в мусорку и в топку. В плане воспитания вкуса, безусловно, такие шоу стоит ездить, копировать даже, то есть можно начинать с копирования. Когда ты раз, два, три, четыре раза скопировал, у тебя рождается своя уже идея, которая переработанная. Одно дело, когда ты воруешь, это другой вопрос, а ты, когда ты копируешь приемы, это вполне себе допустимо. Все у друга друга подсматривают, вдохновляются, то есть все художники смотрят концерты знаменитых проектов и тем самым вдохновляются. Потом получаются новые проекты. Почему она... Получается, Сири. Ага, и тут мы плавно подошли к вопросу художественной проституции и демппинга в световых шоу. Художественная проститу... Ловко так, подошли. Художественная проституция и демппинг. На самом деле, очень интересный вопрос и неоднозначный. Что есть проституция? В принципе, то, что мы получаем деньги за нашу работу, окей, да, мы дали услуги, получили деньги. И проститутки мы. Вопрос в том, что за какую работу вы получили деньги. Если, допустим, вы соревнуетесь по цене с другими компаниями или даже своими коллегами и говорите заказчику, я это сделаю в два раза дешевле. И лучше. Ну, можно соврать, сказать лучше. Может быть, в своем представлении лучше. Но по итогу, когда ты за такие деньги делаешь эквивалентным этой сумме работу, окей, получается говно проект, так называемое. Соответственно, когда я говорю свои гонорары или мы считаем сметы, то есть каждая циферка, каждый рубль, он обусловлен. То есть заказчики получают за такую цену определенный уровень и определенное шоу, в принципе, которое они ожидают увидеть. Конечно, многие заказчики, когда ведутся на так называемые сниженные цены, они потом, конечно, понимают то, что что-то тут не так. Обещали шоу, а получилось просто моргалка какая-то. Но, наверное, это будет всегда. Все не всегда могут работать на всех проектах профессионалы. Как говорится, кушать всем хочется, поэтому все применяют разные приемы, так называемые деппинга и проституции. Но это даже может быть и интересно. То есть здесь включается ваш уже навык общения с клиентом. Если вы можете доказать ему и обосновать вашу цену, окей. Если нет, то значит вы плохо донесли информацию или у вас недостаточно опыта в общении с клиентом или заказчиком. По твоим ощущениям, вот именно в прокатном мире сейчас, какая тенденция больше? Люди растут или люди топчутся на месте? Я хочу вам сказать вот что. За то время, которое я нахожусь в Москве, я, безусловно, вижу рост профессионалов. Есть такой стереотип, что Европа, Америка, там сидят все профессионалы, суперкрутые художники. И мы все такие второсортного уровня и привыкли, когда приезжают фирмачи, все там, о, бог. Но на самом деле, когда я был последний раз как раз в Штатах на обучении длительное время, я общался с людьми, я видел и специалистов, и не специалистов тоже. И хочу вам сказать, что это величайшее заблуждение. История и в Штатах, и в Европе, и в России идентична. Как и здесь, так и там не хватает профессионалов. И с другой стороны, так же, как и там, здесь профессионалов тоже достаточно. Многие проекты, которые я показывал художникам по свету с Лос-Анджелеса, с Лас-Вегаса, они нас смотрели и просто спрашивали, как вы это сделали? Это невозможно. Невозможно. И потом просто брали ссылки, контакты. На самом деле, сейчас Россия очень так активно растет и в плане специалистов, и в плане проектов. Поэтому я просто призываю не останавливаться и не думать, что мы здесь, не знаю, на вторых ролях. В России очень много специалистов. И Штаты, и Европа, они это тоже понимают. И засматриваются уже на наших специалистов. Я знаю очень много проектов, много, где уже были привлечены русские специалисты. Окей, вопрос обучения. Так. Самый насущный. Где обучаться? Если меня спросите, где я обучался, ну, я скажу так, у меня высшего образования нет. Я тут недавно делал скан всех своих сертификатов, получилась такая довольно-таки большущая папка. Я понял, что много где я учился, оказывается. То есть не так всю эпоху. Ну, первый, наверное, самый громаднейший источник информации и там, где вы можете обучаться, это интернет. Сейчас в интернете можно найти любую информацию по любому вопросу, который вас интересует. Вопрос только в том, что готовы ли вы залезть в интернет и потратить свое время, чтобы эту информацию найти. Либо вы хотите, чтобы вам принесли эту информацию вот так вот на блюдечке с голубой каемочкой, с колена, кушай. Ну, так не будет, безусловно. Если вы не умеете учиться, не обладаете таким навыком, то даже блюдечка с голубой каемочкой мне поможет. Если брать другие возможности для обучения, например, допустим, StageCraft в Лас-Вегасе. Очень хорошая школа. Мы подозреваем, что она очень хорошо стоит. Безусловно, да. Стереотип то, что зарубежное образование очень хорошо стоит, это правда. То есть меня там иногда спрашивают, как бы ты вроде хорошо зарабатываешь, что у тебя там нету машины. Я говорю, господа. Зато у меня вот такая стопка дипломов. Да, если я сейчас, типа, сложу все свои, посчитаю, сколько я потратил на свое обучение и вложил в это, то я могу себе не одну машину купить. Безусловно, то есть это стоит денег, но как... Но это вопрос приоритетов. Вопрос приоритетов. И тем более в самые кризисные времена, в самое лучшее вложение было в себя и в обучение. То есть если вы копите деньги, там, не знаю, на поездку на Гавайи или там, не знаю, куда там обычно ездят отдыхать. Я даже не знаю, куда люди ездят отдыхать. Отдыхать, что это за слово, да? Да, то есть я, на самом деле, ни разу не был ни в одной стране, нет, один раз был в Израиле, когда я ехал именно отдыхать. Но мне не понравилось. Не по работе. Не по работе. Все остальные мои зарубежные поездки, другие города, это чисто по работе. То есть на третий день в Тель-Авиве ты все-таки сорвался, да? Я сорвался. Поздрал какой-то клуб и сказал так, отойдите, дайте послушать. Мы поехали смотреть город, поехали смотреть концертные залы, я начал искать контакт, но хоть что-то такое, чтобы можно было чем-то себя мотивировать на нахождение в этом городе. Потому что на третий день, валяясь на пляже, я понял, что я просто подыхаю от скуки. Да, ну, поэтому, если вы считаете, что вам там в конце года надо съездить, там, не знаю, на Новый год куда-нибудь за границу отдохнуть, ну, как бы, езжайте, отдыхайте. Если вы суперпрофессионалы, у вас уже все высоты достигнуты. Если нет, то расставляйте приоритеты и тратите деньги на кое-что другое. Окей, а по поводу сертификатов и всего прочего, наверняка же участвовал в каких-то конкурсах? Безусловно, это один из... Имеет ли смысл в них участвовать и чем это чревато, чем это полезно, чем это не полезно? Иногда, когда мне новенькие, можно даже так сказать, зеленые специалисты, приходящие в индустрию, спрашивают, как пробиться, как дорасти хотя бы до такого уровня, как ты. Я говорю, участвуют в конкурсах? Они говорят, о, нет, я уже вырос, я уже перерос, какие конкурсы, там уже для лузеров. Я так, окей, давай, созвонимся. На самом деле, конкурсы, которые организовываются разными компаниями, это просто один из самых больших возможностей для вас себя показать и даже научиться чему-то новому. Первые мои конкурсы, в которых я участвовал, наверняка многие знают, это конкурсы художников по свету компании «Мартин». Я участвовал сколько, если сейчас не изменяет память, наверное, раза три. Первый раз я пролетел вообще просто в трубу, какое там супер-21 место занял, это был мировой конкурс. Второй раз это был российский конкурс уже здесь, в Москве. Первый этап прошел, отлично, замечательно. Второй этап не прошел, то есть живое выступление на площадке, это была как раз выступка про «White and Sound». И опять я вылетел, я такой уже думал, что за фигня, что-то не то. Ну и, наконец, на третий раз, это был уже международный конкурс «Мартин» по миру, и я занял второе место. Даже не первое. Конечно, для меня это было как-то, я уже хотел, думал, надо добивать уже первое место. Но самое главное, то, что вам дают конкурсы, это как раз-таки навык работы вообще со светом как минимум. Потому что никогда я раньше не писал шоу по тайм-коду. Одно из условий шоу конкурсов, да, одно из условий создания шоу для конкурса «Мартин» – это тайм-код шоу. И это был первый раз, когда ты подступился к этому вопросу? И это был первый раз, когда я подступился к этому вопросу. Ух, хорошо. Вопрос синхронизации я уже изучал уже, наверное, год, но ни разу не писал своего шоу. Это было первое шоу, которое написал по тайм-коду. Потом второе, третье, соответственно, это все было в интернете. Это начало получать некий свой резонанс. И люди просто начали потом говорить, что да, мы увидели твою работу, это круто. И вот теперь это переросло. И теперь это переросло просто в ежедневную рутину. Нет, я имела в виду твои собственные курсы по тайм-коду. Да, ну да, то есть, соответственно, если кто-нибудь знает, такой есть ресурс художников по свету – световик.инфо. И тогда, до сих пор, то есть я попросил товарища Батурина не выбирать эту запись первую. То есть он, сайт переносился на новые серваки, и он очень кропотливо переносил эту тему в форуме по поводу синхронизации на новую платформу, новый домен. И если кто-то зайдет просто на сайт световик.инфо, найдет статью по синхронизации, пролистает, пролистает на самое начало статьи и увидит ему первое сообщение. Поздравствуйте, коллеги! Что такое синхронизация и как этим заниматься? И там стоит дата, когда я первый раз задался в своей жизни этим вопросом. И по сути, это как раз таки вот есть там вот это вот время, отчет. Какой это был год, получается? Ух ты, Господи, какой это был год-то. Да, 13-й, по-моему. По-моему, 13-й, да. Ты же понимаешь, да, что это 4 года назад? Это было 4 года назад. То есть я уже 4 года просто копаю, развиваю это направление. Судя по тому, что ты рассказываешь, степень насыщенности твоей жизни, она настолько бешеная, что вот даже у меня ощущение, что там минимум 10 лет прошло с этого момента, а то и 20. Как ты умудряешься проживать за 5 лет всю эту историю, которую ты рассказываешь? Мы вот сейчас с тобой перед программой считали, ты сказал, что 5 лет ты в Москве. Да, 5 лет в Москве. Черт возьми, Холмс как. Это вообще, да, Холмс как. Ну, на самом деле, мои коллеги очень часто спрашивают, они знают, что я очень долгое время, во-первых, не пил, но я сейчас тоже не курю. Сейчас хотя бы я стал выпивать, как бы, окей, там уже можно расслабиться. Маша, ты куришь? Да, когда один из режиссеров звонит нашим коллегам, художникам, говорит, ты представляешь, он с нами на гастролях пил. Рома, это как? Я говорю, ну, вот так вот, да, то есть все. Что-то подсказывает мне, что Рома пьет так, 20 минут есть, так все, запускаем. Все пока, коллеги, до свидания. Ну, на самом деле, как бы это не смешно было, действительно, то есть... Это не смешно, я сочувствую. Это, по сути, это всегда, как бы, так и было. То есть мне спрашивают, какие ты игры играл в детстве или какие компьютерные игры ты играешь сейчас? Саперы, помню, как-то раз открывал там. Ну, то есть я не играю вообще в никакие компьютерные игры, в принципе, то есть для меня это, то есть для меня отдохнуть, там развлечения. Окей, для меня это, вот, не знаю, кто-то может меня судить, но это, я считаю, это бесполезная трата времени. Это время, когда у меня свободное время, я сижу за ноутбук и начинаю искать информацию, то есть постоянно, то есть поиск информации. К сожалению или к счастью, я не смотрю сериалов, хотя есть некоторые сериалы, которые мне советуют люди, которые компетентны в этом направлении, с точки зрения художественного направления. Да, и действительно, то есть я не пожалел, что я потратил свое время, посмотрел, допустим, те или иные сериалы, где очень интересные приемы используются. Но зачастую это, то есть все свободное время, либо я изучаю про синхронизацию, сейчас я уже увлекся Ардуино, то есть пока мы перед съемкой, соответственно, я вас ждал, я вот, если там пройти к ноутбуку, можно увидеть, то есть открытый Ардуино и статья по Ардуино, касающаяся там определенных протоколов, то есть окей, было два часа, ну вот отлично, можно получить данную информацию. Ты так отдыхаешь? Я не напрягаюсь таким образом. Я чувствую то, что время, которое у меня есть, я использую с пользой, потому что действительно, то есть каждый раз, а сейчас вот, допустим, много технологий появляется, про которые мы позже поговорим, и которые тоже интересны, я понимаю то, что окей, а что если, и вот это что если, собираются некие такие записи в блокноте, и я понимаю то, что мне нужно это просто закрывать. Мне кажется, несколько раз в жизни у тебя возникал вопрос, окей, а что если не спать никогда? Я думал про это. Да? Да, но я подумал, что лучше спать. Лучше спать. То есть, конечно, мы в шоу, в индустрии шоу развлечений, но спать, сон это вот, хочешь, чтобы у тебя как бы работала хорошо память, ты все запоминал, хорошо учился, обучался, сон это лучше лекарство. Заметьте, про отдых речи не идет, лекарство, окей. Да, гениально подмечено. Окей, возвращаясь к твоему проекту в Москве, после цирка был Билан, неожиданно. Ну нет, это было неожиданно, после цирка это был глобал шоу трейд. Да. Да, соответственно, я уже понимал то, что в цирке я опять достиг некого потолка и понимал то, что надо развиваться дальше. Там купол. А? Там купол. А, там купол, да. Купол, потолок, да. Да, выше купола уже не подняться. Я стал понимать, что нужно развиваться. И, соответственно, в этот момент мы познакомились с Алексеем Журавлевым. Он мне рассказал то, что, в принципе, он даже знает про меня, что было для меня вот таким большим удивлением. То есть, как раз таки он видел мои конкурсные работы. То есть, вопрос, то есть, стоит ли участвовать в конкурсах или нет? Конкурсы, ребята, конкурсы. Он так сказал то, что, да, то есть, я видел твои конкурсные работы и, то есть, окей, давай, типа, с нами. Как раз тогда только основывался Global Show Trade. Я говорю, давай к нам в команду будем вместе двигать эту тему. То есть, вот, мы как раз только начинаем. И, как бы, хочешь, не хочешь, рассказал нам идеологию, рассказал идею главную. Я думаю, окей, давай. И все. Это было, конечно, очень так забавно, смешно. Я увольняюсь с цирка и первый проект, на который меня отправил Алексей, это на два месяца в Баку запускать проект. Вот, да, вот. Я выхожу, увольняюсь с цирка, на следующий день, все, вот тебе проект, езжай. Такой, конечно, был трошечок там, но я поехал, думаю, окей. Это как раз так. Что это было за проект? Это был проект, там готовились первые европейские олимпийские игры, и там открывалось очень много объектов. Один из объектов, который там открывался, это был курорт-водный парк европейского супер-уровня, он действительно был такой крутой, Дальга-Бич. И там, прямо на территории этого водного парка был построен ночной клуб большой, который был укомплектован световым оборудованием, и, соответственно, нужно было провести пусконаладку и написать крутое шоу по тайм-коду. Вот, вот, как раз таки, вот теперь проект, пожалуйста, let's go. Да, ну, круто было, потом я возвращаюсь. Пальшикой добр. Седины прибавилось? Нет, седины не прибавилось, там здоровье удалось поправить. Когда мы все запустили, мы очень долго ждали приезда президента, чтобы показать, как круто, там, тра-та-та-та, пято-десятое. Пока мы ждали, там было солнышко, море, красота. Как только он приехал, зарядил дождь? Как водится, да? Нет, было все хорошо, там, как бы, окей, с этим было. Было открытие большое, мы сдали проект, и я вернулся в Москву, и мы продолжили работать. И Билан. Я все жду тогда же, когда. Да, окей. Мы делали, подходя к вопросу Билан, то есть мы работали на разных проектах, кроме Билана было очень много других проектов, которые можно, возможно, стоит... Нет, естественно. ...поговорить, но... Все, что кажется ценным и важным. Да, Билан, этот проект был, можно так сказать, даже принесен... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова